Добрый день, меня зовут Анна Голубкова, я специалист сектора рекомендательной библиографии Центра библиографии детской литературы Российской государственной детской библиотеки. И сегодня я расскажу вам о нашем сайте про детлит, Всероссийская энциклопедия детской литературы, и о том, как можно им пользоваться для того, чтобы узнать о новинках детской литературы и о современных молодых авторах отечественной и зарубежной детской литературы. Проект про детлит существует уже три года, и за эти три года он очень хорошо себя зарекомендовал, им пользуются и как справочным материалом, им пользуются и как и в методических целях. На этом сайте он постоянно пополняется, сейчас там уже больше 450 статей. На этом сайте 4 раздела пока что. Разумеется, планируется расширение и постоянное пополнение информации. Собственно говоря, на нем, на сайте постоянно появляются новые статьи. Вот сейчас там 4 раздела. Один раздел это писатели, второй раздел иллюстраторы, есть раздел посвященный издательствам, это российские издательства естественно, вот и раздел посвященный литературным премиям. Здесь уже представлены не только российские премии, но и самые интересные премии зарубежные. Информация в этой всероссийской энциклопедии детской литературы, она посвящена, разумеется, не только современному литературному процессу, но и классикам, и классикам прошлого, и самым заметным явлением мировой детской литературы. Разумеется, там представлены не только отечественные авторы, но и авторы зарубежные. Но сегодня мы поговорим в первую очередь об актуальных именах и о тех новых авторах, которые появляются в отечественной детской литературе, потому что это всегда очень важно, это всегда интересно, потому что эти авторы откликаются на то, что происходит вокруг нас, реагируют на различные события в жизни, в нашей жизни, и, соответственно, оказываются ближе детям и особенно ближе современным подросткам. Вот, ну и библиотекарям в первую очередь, конечно, узнать, нужно знать эти имена для того, чтобы работать с читателями, составлять рекомендательные списки и, собственно говоря, в общих чертах понимать, что сейчас происходит в современной детской литературе. Вот, ну, материал в разделах сайта про детлит организован по алфавитному порядку, ну, собственно говоря, как в любой уважающей себя энциклопедии. Вот, и поэтому, конечно, нужны, нужны какие-то приемы использования, какие-то методики использования для того, чтобы извлечь нужную информацию. Ну, и для актуальной литературы, это, конечно же, этим инструментом являются литературные премии. Вот, ну, я расскажу о нескольких наиболее заметных литературных премиях, лауреаты которых становятся достаточно быстро, становятся заметными и популярными вот в области отечественной детской литературы. Надо сказать, что в отличие от литературы, так сказать, взрослой, литературной премии во взрослом сегменте отечественной литературы всегда обвиняют в коррумпированности, что, значит, эти премии привечают только своих, даются только своим, и, в общем, как бы эти лауреаты этих премий якобы не обладают какой-то, какой-то такой объективное творчество этих лауреатов, не обладают какой-то объективной ценностью. Вот, но такие обвинения, конечно, и в детской литературе тоже случаются, но надо сказать, что здесь в каждой премии работают профессионалы, профессиональные команды, и очень, как правило, результаты этих премий, они вполне соответствуют вот уровню тех произведений, которые становятся лауреатами. Вот, это показывает, что абсолютно разные жюри, абсолютно разные экспертные советы очень часто выдвигают одних и тех же, ну, одних и тех же авторов, одни и те же имена. Это не в плохом смысле, вот что только один и тот же автор попадает, но так или иначе какие-то книжки оказываются замечены разными премиями, разными структурами, и это вот как раз свидетельствует, скорее, об объективной ценности такой книжки, а вовсе не о том, что, значит, в этой премии сидят коррумпированные эксперты, которые двигают кого-то одного. У нас был случай с премией, о которой я сейчас чуть поподробнее расскажу, с премией «Большая сказка», вот в призерах которых была писательница Валентина Дегтева и писательница Ксения Горбунова, которую затем уже, естественно, с другими произведениями, она оказалась в лонг-листах и в шорт-листах других премий, то есть ее заметили благодаря премии «Большая сказка», и она привлекла к ней внимание, и при интересе, при интересе и при высоком качестве этих произведений, они тоже попали в поле зрения и других премий, то есть вот это, на мой взгляд, вовсе не говорит о коррупции, а наоборот говорит о высоком уровне профессионализма, тех, кто занимается этими премиями. Так, ну, значит, премий в разделе, в разделе премии сайта про детлит всероссийской энциклопедии детской литературы достаточно много позиций, вот, ну, в том, что касается премий зарубежных, там представлены в основном крупные-крупные премии, крупные международные премии, вроде премии Андерсона или премии имени Астрид Линдгрен, вот. Ну, а для отечественных, потому что есть у каждой страны, есть свои национальные премии, где тоже работают профессионалы высокого уровня и те писатели, которые становятся лауреатами этих премий, во-первых, становятся более известными, к ним проявляют интерес издатели, к ним проявляют интерес, и переводчики, и к ним проявляют интерес издательства из других стран. И, собственно говоря, в России всегда издавалось достаточно много вот именно лауреатов различных национальных премий, как, например, в Германии, в Нидерландах, в Италии, то есть очень-очень быстро, ну, не говоря уже, конечно, про Норвегию или Швецию. Вот, те, кто оказывался на виду в этих странах, их достаточно быстро переводили на русский язык, и с ними могли ознакомиться отечественные читатели. Вот, ну, в общем, в том, что касается, значит, этих зарубежных премий, эта работа ведется, это, безусловно, этот раздел в этом отношении будет расширен, но вот все самые крупные премии в нем представлены. Вот, для отечественных премий там выбор гораздо шире, и, конечно, вот если человек не ориентируется в литературном процессе, он в этом может запутаться. Поэтому я вам сейчас назову пять премий, их там намного больше, вот за результатами которых имеет смысл следить, чтобы быть в курсе того, что происходит сейчас вот в современной детской литературе. Это, это премия «Новая детская книга», которую делает, уже много лет делает издательство «Росмен». Вот, там очень часто появляются в шорт-листах, ну и в лонг-листах, конечно, но шорт-листы обращают на себя, естественно, больше внимания. Вот, там в шорт-листах появляется много новых интересных имен, не все они потом становятся известными, но так или иначе, многие из современных известных детских писателей в этой премии, в шорт-листах этой премии засветились. Вот, это всем известная премия «Книгуру», тоже, тоже очень-очень интересная и для нее, чем она еще, кроме всего прочего, она важна не только тем, что с шорт-листом, составленным экспертами, там работает детское жюри, вот, но и тем, что все произведения из шорт-листа можно прочитать на сайте премии «Книгуру». То есть, в принципе, вот с самыми современными авторами, с самыми современными произведениями отечественной детской литературы там можно ознакомиться на сайте этой премии, это важно. Вот, ну и также в шорт-лист, ну, конечно, не каждый автор ежегодно выдает по шедевру, по бестселлеру и так далее. То есть, разумеется, для всех премий лучше смотреть их результаты примерно за последние пять лет. И, в принципе, вот все, что попадает, например, в шорт-лист «Книгуру» за последние пять лет, безусловно, представляет интересно. Вот, есть еще Екатеринбургская премия имени Крапивина. Это тоже очень интересная премия, через которую прошло тоже много ныне известных современных авторов. И вот об одном таком авторе я вам сегодня немножко расскажу поподробнее. Вот, ну, есть премия, которая, соучредителем которой является Российская государственная детская библиотека, это премия «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского. Это премия с двумя номинациями, значит, «Сказка» и «Веселый учебник». Вот, ну, для детей до 12 лет. Вот, и в эту, в шорт-лист, да, в общем-то, и в лонг-лист этой премии тоже всегда попадает много интересных авторов. И все, вот, лауреат первого сезона как раз Ксения Горбунова, вот, на тот момент не была таким раскрученным, известным именем. Лауреат второго сезона Галина Дядина, в общем-то, была уже к тому моменту достаточно известна. Но, то есть, я не хочу сказать, что «Большая сказка» именно открыла эти имена, но, безусловно, поспособствовала росту их известности и повышению интереса издателей к ним. Издателей и литературных критиков, и тех людей, экспертов, которые номинируют эти книги на различные премии дальнейшие. Вот, ну, и не так давно учрежденный, тоже, по-моему, работает второй год, премия имени Корнея Чуковского, премия правительства Москвы имени Корнея Чуковского. Вот, который, собственно говоря, лонг-лист, который отчасти перекликается с премией «Большая сказка», но только отчасти, то есть там где-то, не знаю, процентов на 15-20, может быть, могут быть какие-то пересечения. Но это как раз потому, что эксперты работают беспристрастно, в большинстве случаев, вот, и действительно отбирают самое интересное, что вышло в текущем году, и то, что было номинировано на ту или иную премию. Соответственно, чтобы ознакомиться с актуальными произведениями, с новыми именами в отечественной детской литературе, можно посмотреть на результаты, вот, как минимум, вот этих пяти премий, потому что все интересное, так или иначе, попадает к ним в лонг и шорт-листы. Вот, мы на нашем сайте про детлит оперативно вывешиваем информацию по каждому сезону и по лауреатам этого сезона. Вот, и что важно, одной из задач сайта про детлит, когда он только был создан, одной из главных задач, это было познакомить, собрать и познакомить всех заинтересованных лиц, и профессионалов, и родителей, и педагогов, и библиотекарей, да, именно с новыми именами в отечественной детской литературе. Понятно, что классиков все знают, все читали, и статьи о классиках тоже, безусловно, необходимы, но эту информацию можно найти и на других ресурсах, может быть, она будет на тех ресурсах менее, менее, так сказать, проверенной, потому что каждая статья у нас редактируется, проходит научную редактуру и редактируется специалистами. Вот, вся эта информация проверяется, и в отличие от, скажем, той же Википедии, где можно встретить какие-то непроверенные факты, ну, по крайней мере, раньше, сейчас с этим гораздо лучше стало на этом сайте. Вот, ну, и, значит, продит-лит, вот это, на продит-лите это научная составляющая такая, она, безусловно, усилена. И также важной чертой статьи на продит-лите является наличие библиографии, проверенной библиографии, оформленной в соответствии с современными требованиями. Вот, и наличие большого количества ссылок на статьи, на статьи об этом авторе. Ну, это особенно, конечно, важно для классиков, вот, потому что у современных авторов, как правило, не так, не так много пишут. Вот, это ссылки на различные ресурсы, где можно найти информацию об этих авторах. Ну, и, соответственно, вот для, если нужна информация о классике, вот можно зайти на статью на продит-лите, и затем уже дальше перейти по ссылкам и получить то, что нужно. Вот, а в том, что касается статей о современных авторах, в некоторых случаях эту информацию найти было и собрать было очень сложно. Поэтому наши специалисты, которые пишут эти статьи, они не только собирают ту информацию, которую могут найти сами в интернете, на издательских сайтах, на каких-то, в каких-то статьях, да, в интервью, потому что авторы достаточно часто дают интервью. Это такой популярный сейчас формат. Достаточно много ресурсов, посвященных воспитанию, посвященных общению с детьми, досугу детскому и так далее. И вот эти ресурсы очень любят такой формат интервью и достаточно часто публикуют интервью с детскими писателями, особенно вот засветившимися в той или иной премии. Так что вот есть интервью, вот оттуда можно брать информацию. Ну и, кроме того, наши специалисты всегда стараются вступить в контакт с самим автором и уточнить у него те детали, которые невозможно обнаружить в интернете. Вот, поэтому, конечно, на наши статьи можно ориентироваться, потому что они проверенные, они отредактированные. Вот, ну и как только человек, если, предположим, этот автор был раньше не очень известным, но тут вот он получил, он или она получил премию, то, конечно же, очень оперативно мы стараемся разместить об этом авторе статью на нашем ресурсе. В нашей Всероссийской энциклопедии детской литературы. Вот, то есть можно следить за тем, что происходит в той или иной премии. И по ссылкам, у нас там, конечно же, есть перекрестные ссылки, вот, и по ссылкам можно переходить на статью об этом авторе. Вот, ну, статья, статья на про детлите состоит, как это чаще всего бывает на таких ресурсах, значит, она состоит из биографии, вот, из библиографии автора. Но библиография у нас в первую очередь опирается на фонды Российской государственной детской библиотеки, поэтому это надо иметь в виду, что, в общем-то, там книги в основном из фондов РГДБ. Если это книга из фонда какой-то другой библиотеки, это непременно указывается в библиографии в квадратных скобочках. Вот, затем отдельным разделом идет литература об этом авторе. Там, ну, естественно, классики стараются брать научные какие-то основательные работы, вот, а о современном авторе собрать все, что можно, все, что можно найти, в том числе и какие-то короткие неформальные рецензии на вот таких вот ресурсах, посвященных воспитанию детей. Вот, но, тем не менее, этот раздел существует, и определенное, если нужно приготовить какой-то материал об современном авторе, то, безусловно, подспорье это представляет. Вот, дальше у нас есть раздел, посвященный литературным премиям, где указано, какие литературные премии получил этот автор. Для классиков у нас есть еще раздел «Памятные места музея», «Памятники», где тоже указывается, ну, и соответствующие ссылками на сайт музея, если таковой существует. Вот, плюс еще наша статья, чем хороша, что в ней представлен богатый иллюстративный материал. Это обложки книг, вот, это фотографии из огромной фотоколлекции РГДБ, потому что РГДБ проводит массу всяких разных мероприятий, делает программы на книжных ярмарках, и все, и, соответственно, для всех мероприятий ведется фотолетопись, и поэтому, конечно, база данных у РГДБ огромная, поэтому этими фотографиями, безусловно, можно пользоваться. Вот, значит, есть такие, в статье есть фотографии, и в статье есть и видеозаписи, ну, для современного автора это особенно актуально. Вот, видеозаписи, интервью или выступлений того или иного автора. То есть, в общем-то, зайдя на страничку премии и посмотрев, кто стал лауреатом той или иной премии в этом году, можно перейти на страничку этого лауреата и очень много о нем или о ней узнать. Вот, ну, собственно говоря, это вот такой, может быть, не очень простой, но все-таки и не очень сложный способ ориентироваться в том, что сейчас происходит в современной детской литературе, какие появляются новые авторы, да, какие новые направления, самые интересные книжки, о которых все говорят, и эти книжки обязательно, обязательно попадают там в лонг или в шорт-листы и основных вот наших детских литературных премий. Вот. И со всем этим вот можно познакомиться через раздел литературной премии сайта про детлит, и затем через персональные странички того или иного автора. Вот. Ну, и затем, теперь я, наверное, немножко расскажу про одного, про одну из наших авторов. Она публикуется где-то, ну, это уже в течение 10 лет. Это Кристина Стрельникова в 2016 году. Она стала лауреатом премии имени Владислава Крапивина. Вот. Ну, и о ней тоже есть большая подробная статья на про детлите. Ой, о ее биографии. Поэтому про биографию я, наверное, рассказывать не буду, а отошлю вас к этой статье. Вот. Немножко расскажу о ее книжках. Вот. Начинала Кристина Стрельникова как с детских стихов, для стихов, для детей, для самых маленьких. У нее вышло несколько книжек в серии «Читатель родился» книжного издательства Анастасии Орловой. Вот. Ну, вот у меня здесь есть такая книжка «Лето без берета». И эти стихи, несмотря на то, что вот они для самых маленьких, они вообще звукоподражательные. Вот. Они, в общем-то, тоже достаточно сразу обратили на себя внимание. Потому что это такие стихи очень интересные. Они, в общем, не то чтобы напоминают стихи Ренаты Мухи, вот с такой легкой долей абсурда, с очень добрым отношением к герою и к своим читателям, с хорошей фонетической составляющей. То есть эти стихи хорошо запоминаются и их хорошо читать. Потому что маленьким детям стихи постоянно читают их родители. И, в общем-то, тоже это очень важно, чтобы стихи нравились и родителю тоже. Потому что бедному родителю приходится эти стихи читать десять тысяч раз. И не всякое стихотворение хочется произносить хотя бы дважды. Так, давайте. Вот давайте я вам прочту одно стихотворение, чтобы дать представление о стихах Кристины Стрельниковой. Стихотворение называется «Искупайте бегемота». «Искупайте бегемота, небольшого бегемота, в теплой ванне перед сном. Только в пене непременно бегемоты любят в пене бултыхать попеременно то копытом, то хвостом. Не ругайте бегемота, небольшого бегемота, если он пойдет ко дну. Обожает он плескаться и брыкаться, и бодаться, и под лодкой опускаться на большую глубину. Бегемот не любит мыться, бегемот глотает мыльце, нос не хочет вытирать. А теперь представьте сами, до чего же трудно маме в небольшой и скользкой ванне каждый вечер вас купать». Вот такие совершенно замечательные стихи. Да, ну вот эта книжка «Лето без берета», она как бы предназначена и для самых маленьких, и для детей чуть-чуть постарше. Вот, но в принципе, в принципе, ее можно читать и родителям, и радоваться. И также радоваться. Вот давайте еще одно стихотворение. «Чемоданы и слоны». «Чемоданы и слоны, так похожи, так похожи, оба крепко сложены, неуклюжи оба тоже, любят что-нибудь умять, животы огромные, их не сдвинуть, не поднять, оба неподъемные. Посмотрите, как похожи в зоопарке и в прихожей слон и чемодан, тот крустит, и этот тоже, тяжело же, тяжело же им без жарких стран». Вот, ну, собственно говоря, это то, с чего начинала Кристина Стрельникова. Эта книжка «Лето без берета», по-моему, вышла в 2018 году. Вот, а стихи начали у нее публиковаться с 2012-2013 года. Вот, еще для дошкольников, для дошкольников, наверное, но, может быть, и младших школьников, у Кристины Стрельниковой выходили книги рассказов. Вот такая вот книжка в мягкой обложке «Вот и хорошо», с небольшими рассказами, которые очень подходят для чтения ребенку перед сном. И тоже, тоже, тоже очень добрые, очень такие веселые рассказы, которые понравятся, непременно понравятся детям. Вот, еще, еще одна книжка такая замечательная. «Чудовище улыбается» или «Что случилось в квартире номер 5». Вот, эта книжка тут вышла в 2020 году в петербургском издательстве «Речь» с замечательными иллюстрациями Ирины Гавриловой. Вот, ну и книжка «Ноль плюс», но, конечно, тут где-то, наверное, детям от 4 лет это можно читать, а дети от 5 лет, я думаю, даже очень быстро разберутся, о чем тут идет речь. Собственно говоря, именно 5 лет герою этой книги. Вот, собственно, это вот такое страшное-страшное чудовище. На самом деле, 5-летний мальчик Глеб, который очень деятельный, очень такой веселый, капризный, и с которым всем очень трудно. Но благодаря цепи событий, я не буду спойлерить, мальчика Глеба удается расколдовать и превратить вот в такого, вот уже такого более, такого удобного, удобного для социального окружения ребенка. Вот, ну вообще вот эти направления у Кристины Стрельниковой, фактически несколько направлений творчества. Это стихи, это реалистические истории, и это истории с элементами фантастики и фэнтези. Вот, ну, собственно говоря, вот эту книжку «Чудовище улыбается», можно двояко прочитывать, можно ее прочитывать как книжку реалистическую, вот, воспринимать, а можно как вот действительно в прямом смысле, как сказку, что вот было такое чудовище, но удалось его расколдовать и превратить обратно в мальчика. Вот, ну, следующая подборка книг той же Кристины Стрельниковой, это уже книги для младшего школьного возраста от 6 лет, ну, где-то, наверное, ну, в принципе, 6-летнему ребенку это можно читать, и это достаточно понятно, вот эту книжку «Не мешайте лошади балансировать» или другие книжки, о которых я сейчас чуть позже скажу. Вот, в принципе, 6-7 лет – это уже достаточный возраст для того, чтобы можно было понять, вот «Не мешайте лошади балансировать» это тоже очень интересными… Вот, с очень… Книжка-книжка с интересным сюжетом, с подтекстом, вот, ее тоже можно прочитывать, как такую повесть с элементами фантастики и как на самом деле реалистическое произведение с таким немножко таким метафорическим смыслом. Ну, это вот тоже развитие, наверное, той линии, которая начата чудовищем улыбается, но она… Это более… Чуть более серьезная, да, и чуть более, наверное, немножко более грустная, но в то же время такая очень светлая книжка с хорошим финалом. Но есть у Кристины, Кристины Стрельниковой, есть и просто очень веселые книжки для младших школьников, наверное. Вот, собственно говоря, вот эта книжка «Тетя шляпа» и «Укращение Тамаранды» она как раз и получила в 16-м году премию «Крапивина». Да, это очень интересная книжка, которую, безусловно, всем можно рекомендовать. Или вот великолепный «Веня Венчиков». Вот, ну и есть серия прямо таких вот, да, издательство прямо назвало серию «Школьные прикольные истории». Вот, это тоже книжки, в которых ставятся проблемы, важные проблемы для детской литературы, для воспитания детей и так далее. Но все подается в таком очень ненавязчивом ключе. Вот, эта книжка представляет, сюжет представляет собой, ну, с одной стороны, комедию положений, потому что героиня, это героиня этих книжек девочки. Это вот мы с Ленкой «Ни дня без приключений», речь идет о двух девочках. И повествование ведется от лица девочки. И две книжки про Михалину. Михалина и ее классные друзья, «Я и англичанка была не права». Тоже очень забавные. Вот, то есть, с одной стороны, да, это комедия положений, а с другой стороны, в общем-то, тут глазами ребенка, причем с очень таким позитивным настроем, с позитивным восприятием, даются какие-то проблемы, важные для этого возраста. Но книга в первую очередь, конечно, юмористическая, что важно для младших школьников, но и не только для младших школьников, возможно, для некоторых взрослых. Вот, эти книжки чем-то напоминают серию известного финского писателя Тима Парвелла про девочку Эллу. Вот, очень. Но это все написано на отечественном материале, и без каких... Это сходство, разумеется, оно только такое, как говорится, типологическое. О том, что в общем-то в школе нелегко, но весело. Особенно, особенно, если у тебя есть друзья, как вот у Михалины, да, вот у... И в книжке «Мы с Ленкой не дня без приключений», да, речь идет о двух подружках, вот, а в книжках про Михалину речь идет просто такой о группе друзей, вот, они все привязаны к друг другу, они друг другу помогают, они помогают выпутываться из различных ситуаций, поддерживают в конфликтах с учителями, которые, увы, случаются, но, в общем, это тоже подается в таком вот, ну, не то чтобы юмористическом, но в таком достаточно философском ключе. Вот, и благодаря этой поддержке, благодаря дружбе, благодаря позитивному настрою, вот этим детям, этим детям удается преодолеть все трудности, и на этом пути изрядно повеселить взрослого читателя, которому тоже может попасть в руки эта книжка, ну, не говоря уже о ребенке соответствующего возраста. К этой же группе книжек Кристины Стрельниковой, то есть книжкам для младших школьников, относится такая фантастическая повесть «Верни мой голос». Вот, ну, здесь уже поднимаются такие более серьезные проблемы поиска собственной идентичности, вот любви к инструментам, борьбы со злом. Здесь, конечно, достаточно силен вот такой фантастический элемент, то есть в этой повести дети, которые не любят ходить в музыкальную школу, вот, и думают, как бы избавиться им от своих инструментов, меняются голосами с этими инструментами и обнаруживают, что у каждого инструмента есть своя душа, свой характер, вот, то есть инструменты говорят голосами детей, а дети вынуждены общаться мелодиями, вот, похожими на те, которые издают инструменты. Вот, и все это сделано по воле чернокнижника, который там замыслил страшное дело, и вот детям приходится не только бороться, не только за то, чтобы вернуть себе свой голос, но и за то, чтобы победить зло. Вот тоже очень интересная книжка, но вот уже немножко, да, немножко в другом стиле. Ну, и меньше, то есть в основном, пока что большая часть книг Кристины Стрельниковой как раз предназначена для младшего школьного возраста, ну, не считая большого количества книжек для, стихотворных книжек для самых маленьких. Вот, но есть и книги для средних школьников, наверное, то есть вот где-то 12+, от 12 до 16 лет. Это вот очень интересная книжка, которая была замечена тоже разными, так или иначе отмечена разными премиями, и упоминалась в различных рекомендательных списках. Это «День глухого кита». Вот, это книжка о мальчике, который внезапно, внезапно перестает слышать, потому что у него в семье случается конфликт, вот он перестает слышать и как бы погружается, уходит в глубину, погружается в самого себя и рассказывается о том, что с ним случилось и как эту ситуацию в конечном итоге удалось преодолеть. То есть это уже книжка такая, можно сказать, проблемная, в ней тоже ставятся важные вопросы, в отличие от просто юмористических рассказов про Ленку и Михалину. Вот, ну, и большая книжка тоже с элементами фантастики. Это «Имена на осколках». Здесь тоже, как всегда, у Кристины Стрельниковой и увлекательный сюжет, и эти книжки хорошо написаны, их интересно читать, и хороший стиль. Вот, ну, и тоже поднимаются важные проблемы, как найти себя, как не утратить себя, как быть нужным себе, как выстроить отношения с окружающими, как важно быть кому-то нужным, как вот эта тема, которая дается в более веселом ключе в ее произведениях о школьниках для младших школьников. Здесь она тоже присутствует, но здесь она уже рассматривается более серьезно. Вот, ну, в этой книжке речь идет о санатории для особенных детей и о мире, который существует параллельно, и забирает детей, которые как бы никому не нужны или чувствуют себя никому не нужными. Вот, и группе подростков удается, группа подростков вступает в борьбу с силами зла, ну, и, естественно, пройдя через тяжелые испытания, это уже такая серьезная книжка серьезного объема, вот, пройдя через тяжелые испытания эти силы зла, конечно, этим подросткам удается победить. Вот, такая интересная книжка, которую тоже можно рекомендовать. Ну, и книжка не ВКонтакте, это книжка стихов, причем книжка стихов для подростков. Вот, у нас существует много стихов для детей с самых разного возраста, от всяких потешек, звукоподражательных, абсурдистских стихотворений до стихов для младших школьников. Вот, а стихи, стихи для подростков это все-таки уже такой, такое достаточно, такое направление достаточно, ну, не то чтобы сложное, но, в общем, достаточно интересное. И таких книг, и таких книг, в общем-то, в отечественной детской литературе не очень много. Хотя, в общем-то, непонятно совершенно, почему, потому что все подростки, ну, наверное, нет такого подростка, который в школе не пишет стихи, вот, не пытается как-то стихотворно осмыслить события собственной жизни. И, в общем-то, как раз, почему-то, почему-то, да, считается, что подростки любят фэнтези, чахнут, чахнут над классическими произведениями, но все равно, все равно их читают, потому что это надо, да. Вот, потому что кому-то это интересно, кому-то там это просто надо, вот, но на самом деле, вот это направление стихов для подростков, которые у нас пока что не очень развиты, то тоже, в общем-то, довольно-довольно перспективно. И вот эта книжка вышла в 19-м году в издательстве «Детское время» в Петербурге, и тоже, тоже она была замечена, вот, замечена не только потому, что это стихи для подростков, вот, но и потому, что Кристине Стрельниковой удалось соединить соединить им, значит, вот, стилистический момент, да, вот это, что важно для поэзии, чтобы поэзия не переставала быть поэзией. Даже в стихах для младенцев, они все равно должны оставаться стихами, это вопрос важный. Вот, то есть это, безусловно, интересная, именно в стихотворном отношении, интересная книжка, плюс она передает ощущение подростка, она передает, вот, как бы, вот это вот внутренний, внутренний порыв подростка, отношение, отношение к окружающим. То есть это такой вот, здесь есть очень важный, как ни странно, несмотря на то, что это стихи, да, стихи – это форма условная, вот, но именно в этой книжке Кристине Стрельниковой очень удалось передать психологические особенности вот этого возраста, отношение к миру, отношение с окружающими. Вот, это то, чем обычно занимается дневниковая литература, и та литература, которая пишет, ну, которая подражает дневниковой литературе, все те бесконечные дневники, да, которые пишут взрослые авторы, пишут от лица подростков, вот, воспроизводя, вот, здесь вот при вот этой вот условной стихотворной рамке Кристине Стрельниковой, на мой взгляд, безусловно, удалось передать вот это вот мироощущение современного подростка. Ну, стихи из этой книжки, книжки я читать не буду, отошлю у всех именно к самой книжке, к разным ресурсам, где можно эти книжки полистать, вот, но, вот, вот, собственно говоря, это один из интересных современных авторов, современной детской литературы, которая пишет в разных манерах, использует разные приемы, работает с разным возрастом, и пишет и прозу, и стихи, но все, все у нее получается очень интересно, и, в общем-то, рекомендую обратить на Кристину Стрельникову активное внимание. Ну, и точно так же еще раз повторю, что для того, чтобы быть в курсе того, что происходит в современной отечественной детской литературе, в самых разных ее сегментах, и в литературе, предназначенной для маленьких детей, и в литературе, предназначенной для детей постарше, и в литературе для подростков, имеет смысл прежде всего следить за основными литературными премиями. Вот, следить за это можно делать на нашем сайте, в нашей энциклопедии про детлит, Всероссийской энциклопедии детской литературы, в которой статьи о премиях очень оперативно обновляются, и в статьях о премиях обязательно есть гиперссылки на отдельные статьи о победителях, о лауреатах этих премий, и дальше уже можно из этих статей узнать и биографию лауреата, и основные произведения этого лауреата, и даже послушать, потому что у нас есть видео, видео ссылки у нас, в статье о современных авторах всегда, как правило, включаются видеоматериалы, вот просто можно на этого автора посмотреть, ну и благодаря этому быть в курсе актуальных новинок современной детской литературы. До свидания, спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok